Всем привет! С вами Вячеслав Калугин. Мы находимся на канале Супер Арбалет. Сегодня мы с вами будем обсуждать тему, которую затрагивали в предыдущих роликах, когда мы обсуждали разные стойки. Говорить сегодня будем про согнутую руку, удерживающую лук. Напоминаю, что мы сегодня говорим только про стрельбу из блочного лука. Сегодня я попытаюсь вам рассказать, какие плюсы дает тот или иной сгиб руки лучной и какие сложности он за этим тянет. Для того, чтобы объяснить, как всё это работает, начнём с базы, с классической стойки, при которой у нас лучная рука абсолютно прямая. При этом мышцы спины и руки, как следствие, работают одинаково в обе стороны. Это же вызывает необходимость концентрироваться сразу на двух конечностях, то есть внимание немножко рассеивается. Из плюсов этого метода стрельбы можно отметить, что прямая рука даёт очень хороший расположен. Лук, то есть вы будете стоять в хорошей тяге и лук вас не будет складывать. Но это же имеет существенные минусы. Дело в том, что если мушка окажется не в десятке, а где-то ниже мишени или сбоку, то вам будет очень сложно её туда вернуть. Это первый минус. Второй минус заключается в том, что вы будете видеть, как очень сильно мушка дрожит в мишени, особенно если у вас крупная линза, которая показывает большую-большую картинку в скопе. Также плюсом этого метода является то, что подготовка к выстрелу не должна быть такой скорпулёзной, как при более согнутой руке, о чём мы поговорим чуть позже. Но есть ещё один существенный минус. Дело в том, что концентрацию необходимо распределять между двумя руками. То есть внимание рассеивается и иногда очень сложно скоординировать свои движения. Всем начинающим стрелкам я бы советовал использовать именно прямую лучную руку. Далее мы рассмотрим способ стрельбы с согнутой лучной рукой. Выглядит это примерно так. Итак, согнутая лучная рука делает её мягкой. То есть рука всё ещё остаётся упором для лука, но при этом она не передавливает вперёд, так как это делает абсолютно прямая рука, и в целом оказывает минимальное воздействие на лук. Хочется объяснить, почему согнутая рука становится мягкой. Дело в том, что при стрельбе с прямой рукой мышцы рук задействованы в меньшей степени, чем при стрельбе с подсогнутой рукой. Если рука согнута, то здесь в большей степени подключаются мышцы бицепса, трицепса, и в принципе спина работает всё так же. Но при этом рука начинает работать фактически как амортизатор. Среди плюсов этого метода стрельбы можно отметить следующее. Во-первых, мушку очень легко скорректировать при согнутой руке, если мушка находится не в десятке. Её очень легко оттуда вывести. Во-первых. Во-вторых, мушка сама по себе становится очень покорна. То есть в то время как при прямой руке она может достаточно сильно бегать по мишене, с согнутой рукой она может в том числе замереть в десятке, просто встать там колом. В-третьих, стрельба с подсогнутой рукой даёт возможность концентрироваться только на тянущей руке. То есть полностью забыть про упорную руку, она будет делать всё сама, и фокусировать всё своё внимание только на тянущей руке. То есть, по сути, прицеливаться ей, выводить ей и стрелять тоже ей. Этот способ имеет ещё один достаточно сомнительный плюс. Дело в том, что в экстренной ситуации, когда у вас мушка прямо во время выстрела уходит из мишени, этот способ помогает забросить в мишень. Среди минусов этого способа можно отметить то, что способ стрельбы с согнутой рукой требует очень серьёзной подготовки перед выстрелом. Дело в том, что если вы не сумеете подготовить одинаково выстрел до фазы растяжки, то выстрел будет каждый раз разным, что, соответственно, повлечёт за собой абсолютно разный результат. Как пример, необходимо ещё до поднятия лука и до его растяжения очень хорошо выставить упор и его полностью расслабить, так чтобы даже в процессе поднимания лука в мишень и потом растяжения упор не напрягся, ни упор, ни пальца руки, потому что всё это напряжение впоследствии даст очень плохой выстрел. По моему собственному опыту, согнутая лучная рука лучше всего работает на дистанции 18 метров. Итак, теперь поговорим про последнее положение лучной руки. Это полусогнутая рука, то есть это уже не прямая и ещё не сильно согнутая рука. Выглядит примерно следующим образом. Можно наблюдать огромное количество спортсменов мирового уровня, которые используют именно полусогнутую руку. Я считаю способ полусогнутой руки наиболее компромиссным среди этих способов, поскольку он позволяет сохранять фокусировку только на тянущей руке, не перемещать своё внимание на упорную руку, как это бывает при полностью ровной руке. Но при этом подсогнутая рука сохраняет некоторую жёсткость, которая позволит очень эффективно стрелять на дальние дистанции. При всём этом полусогнутая рука сохраняет плюс того, что мушку можно удерживать в мишени хорошо, и в случае, если мушка будет убегать из мишени, её очень легко туда скорректировать. Полусогнутая лучная рука позволяет очень эффективно стрелять в такие дисциплины, как 3D стрельбу из лука и полевую стрельбу из лука, поскольку в этих дисциплинах присутствует большое количество пересечённой местности, и стрельба под углами вниз и вверх уже не станет такой непосильной задачей, как если бы вы использовали абсолютно прямую руку. Также может возникнуть вопрос, а в какой вообще плоскости необходимо сгибать руку? Это должна быть абсолютно вертикальная плоскость или как-то под углом? Ответ на этот вопрос достаточно простой. Вы можете сгибать руку в той плоскости, в которой вам это удобно делать. Суть использования сгиба лучной руки заключается в том, что этот способ может быть как удобен для вас, так и очень эффективен, результативен. Вы можете пробовать для себя разные способы сгиба, также комбинировать их с разными положениями вашего корпуса. Видео про это вы можете посмотреть на нашем канале. Комбинируйте эти способы, пробуйте, экспериментируйте, и вы наверняка найдёте для себя способ, который будет для вас и комфортен, и результативен. Друзья, если у вас остались вопросы касаемо положения лучной руки, сгиба локтя, может быть комбинации каких-то с корпусом, обязательно задавайте свои вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием ответим, или как минимум попытаемся ответить на ваши вопросы. И подписывайтесь на канал, ждите новых видео, можете писать в комментариях, какие видео вы бы ещё хотели посмотреть. Всё, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok